Радиусы двух пересекающихся окружностей равны 17 и 39. Расстояние между их центрами 44 см. Найти длину общих хода окружностей. Для начала сделаем рисунок. Запишем данные. Радиус первой окружности АО1 равен 17. Радиус второй окружности АО2 равен 39. Расстояние между центрами О1 и О2 равен 44. Найти общую хода АВ. Обозначим наши данные на рисунке. По свойству общей хода двух окружностей. Общая хода двух пересекающихся окружностей пемпендикулярна к линице, соединяющей их центры, и делится ею пополам. Отсюда можно сделать следующий вывод. Что АК равняется БК. Также О1 и О2 пемпендикулярна АВ. Пусть АК равняется АЖ. О1К равняется Х. Тогда О2К равняется 44 минус Х. Рассмотрим треугольник АКО2. Это прямоугольный треугольник. И для него мы можем воспользоваться теоремой Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть АО2 в квадрате равняется АК квадрат плюс О2К. Рассмотрим треугольник АКО1. Он также прямоугольный треугольник. И мы можем воспользоваться теоремой Пифагора. Тогда АО1 в квадрате равняется О1К в квадрате плюс АК в квадрате. Подставим сюда наше обозначение. АО2 равняется 39. АК равняется АЖ. АЖ в квадрате плюс О2К. О2К это у нас 44 минус Х. Все это в квадрате. Второе уравнение. АО1 это 17. 17 в квадрате. О1К это Х. АК это АЖ. АЖ в квадрате. Выразим из этих двух уравнений АЖ в квадрате. Получается в первом случае АЖ в квадрате равняется 39 в квадрате минус 44 минус Х в квадрате. Во втором уравнении АЖ в квадрате равняется 17 в квадрате минус Х в квадрате. Приравняем оба уравнения по АЖ. Тогда у нас получается 39 в квадрате минус, здесь раскроем скобки, получается 44 в квадрате минус удвоенное произведение 2 умножить на 44 и умножить на х, плюс х в квадрате равняется 17 в квадрате это 289 минус х в квадрате. Преобразуем, получается 39 в квадрате это 1521 минус 44 в квадрате 1936 плюс 88х и минус х в квадрате равняется 289 минус х в квадрате. х в квадрате у нас взаимоуничтожится, тогда 88х равняется 289 минус 1521 и плюс 1936, тогда 88х равняется 704. Выразим отсюда х, х равняется 704 разделить на 88, посчитав получаем 8. Воспользуемся уравнением со звездочкой, тогда h в квадрате равняется 17 в квадрате минус 8 в квадрате. Посчитаем, получается 289 минус 64, получается 225. Выразим отсюда h. h равняется корень из 225 или 15. Нам нужно найти хордо АВ. Хордо АВ будет равняться 2h. Тогда АВ равняется 2 умножить на 15. Это будет 30. Запишем ответ. Хордо АВ равняется 30. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.